Первый вопрос. Может ли Бог призвать в армию, именно Бог призвать? Если да, тогда можно ли христианину убивать врагов? В армию Бог призвать может, как апостола Павла, идти и проповедовать. Поэтому, если есть желание проповедовать, но не официальной должности, а как проповедника. Есть разные отношения к военной службе, к оружию и ко всем этим вопросам. Мое понимание, что Бог призывает к другому, к спасению. Не к убийству, не к каким-то военным действиям. Бог призывает спасать души. Я думаю, что вот к этому Бог зажигает огонь. Поэтому молитесь Богу, и Бог вас направит и даст вам новые нивы. Не для убийства, а для спасения. Благослови Бог. Второй вопрос. Я студент. Как мне подготовиться к долгосрочной миссионерской поездке? Это хороший вопрос. Наверное, больше к семинарам, которые проходили. Ну, любая подготовка начинается с молитвы и с решения. Потому что, если это долгосрочная поездка, это уже какое-то довольно серьезное решение. Молитесь Богу. Если вы студент, я думаю, что Бог будет как-то устраивать и ваши учебы, и вашу жизнь. Главное, что когда у вас зажигается огонь, о котором мы говорим, главное вам не потушить его. Молитесь, рассуждайте, подойдите к служителю, поговорите с родителями, для того, чтобы вот этот огонь у вас не погас. И Бог устроит. Бог решит и вопрос с вашей учебой. Я больше хотел сказать. Вот сегодня эти три брата здесь вытянули эти записки. А смотрите, сколько осталось. Я надеюсь, что вы бросали туда не просто, потому что за бесплатно билет, да, в Африку прокачусь. Я верю, что это тоже какой-то огонь, наверное, у вас был. И вы рассуждали, что, может быть, Господь, ты меня направляешь, а может быть, это твоя воля. И вот когда вы думаете, это твоя воля, я вам отвечаю, как служитель, это его воля, чтобы вы ехали проповедовать. Мы иногда думаем, воля Божия, вот нам как-то надо записками доставать. Есть воля Божия, которая явно открыта в Писании. Господь всем оставил великое поручение. Идите и проповедуйте. Поэтому тут не нужно думать и доставать какие-то, знаете, какие-то загадки, разгадывать. Бог эту волю открыл. Если вы бросили туда записку, вы желаете ехать, вы желаете участвовать в благовестии, молитесь об этом. Если проблема только финансы, молитесь. Для Бога это самая меньшая проблема найти деньги на билет. Поэтому дай Господь, чтобы вы вот после этой конференции, этого форума не загасили этот огонь. Бросили записку, если воля Божия не в том, чтобы вам оплатили вот братья, которые имеют, как оплатить. У Бога другой план. У Бога другие ресурсы, финансы. Но дай Бог, чтобы вы не загасили это пламя. Спасибо. Ну, третий вопрос за Александра Кирилловича. Он уехал, поэтому я вам задаю. Сейчас они выйдут, Андрей Павлович. Если Бог знает, что произойдет в будущем, и знает нашу жизнь, Он знает, что мы сделаем и выберем. Бог знает, пойду я в ад или в рай. Это означает, что на самом деле у меня нет выбора, как я проведу свою жизнь. Так ли это? Это означает, что на самом деле вы сомневаетесь в премудрости Божией. Вы ставите Бога на ваш уровень и пытаетесь за Бога решать, а вот так и вот так. Не сомневайтесь в премудрости Божией. Премудрый Бог настолько премудрый, что создал человека со свободной волей. Доверьтесь премудрости Божией, если так говорит Слово Божие. И не сомневайтесь в этом. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Владимирович. Два вопроса вам. Первый вопрос. Почему молодежь осознанно продолжает жить в грехах после покаяния? На конференциях, конгрессах, съездах. Что делать? Зачем ехать в Африку, если молодежь здесь гибнет? Ну, потому что мир любят. По-другому не скажешь, наверное. Всегда встречается в Библии много примеров половинчатого служения. К сожалению, это ужасный путь, о котором сейчас уже упоминался. Здесь, в книге Откровения, люди, которые озадачивают Бога, и Он даже говорит, ну, иди лучше холодным стань. Если ты любишь грех и пытаешься с Богом быть, надо выбрать, что ты любишь. Поэтому, наверное, вот эта тема, она побуждает также останавливаться в грехах молодежь, которая грешит. Ищите свободу, Бог дает свободу, мы верим в это. Напрягайте все свои усилия, идите к пасторам, если это дети, к родителям надо, где угодно. К Богу самому напрямую, разные пути. Если в грехах живете, освобождайтесь от грехов. Бог силен, дать свободу и дает ее. В Иисусе Христе Он призназначил нас не грешить. Поэтому мы грешим, потому что выбираем грех. Потому что, как Андрей Павлович сказал, мы со свободной волей не посвящаем полностью свою жизнь Богу, а любим грех и посвящаем свою жизнь чему-то греховному. Этому надо положить конец, в этом нужно раскаяться, если есть осознанные грехи, и стать жизнью для Господа. Такой мой ответ. Второй вопрос, может немножко не по теме. Адам и Ева скушали плод с дерева познания добра и зла. Все, что они хотели получить, это познание или просто знание. Как отличается это от нас сегодня? Почему Бог нас не наказывает за то, что мы хотим узнать или получить какое-то знание? Я думаю, вопрос глубже, чем они могли просто желать познания. Потому что Бог определяет людей, чтобы они познавались, чтобы они развивались. И в частности первых людей, Адама с Евой. Я думаю, вопрос глубже в том, что не одна часть познания была для них, а вопрос, связанный с прямым непослушанием. И это серьезная ситуация, которая уже описана в послании к римлянам. Если помните, написано, что они заменили истину Божью ложью. Вот эта замена происходила. Она знала, что нельзя, и нужно сделать был выбор, можно мне это сделать или нельзя. Поэтому, если бы Бог сказал, иди, бери с другого дерева плод, ешь и ты больше будешь знать, то проблем не было бы. Поэтому, я думаю, здесь вопрос, он не затрагивает в этой части. Именно непослушание. В этом суть была. Может быть, это кто-то беспокоится, что вы непослушны Богу и пошли учиться. Ну, тогда это ваше личное решение ощутить, что вы непослушны Богу и выбрали что-то или на кого-то учиться, что Бог не одобряет. Ну, простой я приведу к этому вопросу. Я действительно уверен, что Бог не пошлет никого в армию сегодня заниматься армейскими делами, а не проповедью Евангелия. И поэтому, если вы выбрали путь идти учиться, чтобы уметь убивать других людей, я уверен, что это не было послушанием Богу. Это было непослушанием Богу. Никого Бог сегодня не побудет. Дух Святой не побудет идти в армии, в полиции служить, чтобы убивать других людей, даже врагов. Это не Божий путь. Поэтому, если вы непослушны в выборе вашего направления жизни, то это ваше неправильное решение. Надо слушаться Бога. Спасибо. Игорь Михайлович, пожалуйста, несколько вопросов вам. Можете пройти туда. Могу ли я евангелизировать, если я не знаю много о Библии? На сегодняшний день, я думаю, я не готов, потому что я не знаю достаточно Библии. Есть ли это причина не ехать? Ну, когда мы говорим о евангелизации, может быть разный уровень евангелизации. Это может быть евангелизация массовая, это может быть личное свидетельство, это тоже своего рода евангелизация. Поэтому, даже если вы не имеете еще каких-то глубоких знаний, вы просто можете рассказать неверующему человеку свою историю, как Господь вас нашел в этом мире, как Он призвал вас, как вы покаялись. И уже это свидетельство будет своего рода, можно сказать, мини-евангелизация. Ну, а вообще, надо изучать Слово Божие, надо учиться для того, чтобы быть более эффективным и более плодотворным в вопросе благовестия, в вопросе евангелизации. Спасибо. Еще вопрос. Если я муж и отец, должен ли я рисковать своей жизнью и семьей для служения, ради служения? Где эта граница? Оставить семью, оторвать часть финансов и уехать? Ну, если вас жена благословляет, то я думаю, это не только стоит, необходимо это делать. Почему? Потому что Господь говорит, что если кто возлюбит отца или мать, жену или детей более, нежели меня, тот не достоин меня. Поэтому тогда, когда мы идем на такую жертву, допустим, я не говорю там оставить семью и уехать на длительное какое-то миссионерское служение, а тогда, когда вы едете на кратковременное миссионерское служение, то, конечно же, необходимо, чтобы жена благословила на этот путь, или же поехала вместе с вами и вместе с детьми, как вот некоторые братья свидетельствовали об этом. Но очень важно, чтобы мы с одной стороны заботились о домашних своих, но с другой стороны, чтобы не делали идола из своих домашних, из своей семьи. Почему? Потому что это тоже вторая крайность, и которую Господь не благословит. Еще один вопрос. Ездить, именно ездить на миссию, это повеление для всех христиан или выборочно Бог кого-то избирает и посылает? Вот. Ну, Христос сказал, итак, идите, научите все народы. И Он обращался не к каким-то конкретным людям, а Он обращается ко всем ученикам Своим. Поэтому, если вы считаете себя учеником или ученицей Иисуса Христа, то это обращается Господь ко всем нам. Но просто, как уже здесь неоднократно говорилось, миссия может быть разной. И мое миссионерское поле может быть, это мой сосед, или это может быть соседний город, или это может быть соседняя страна. Поэтому, в зависимости от того, какие ваши возможности и какие ваши способности, то, естественно, вы можете проводить миссионерскую работу как в Иерусалиме, так в Самаре, так и ехать до края земли. Но не обязательно всем ехать до края земли. Есть очень много, я всегда говорю, что не обязательно ехать куда-то там вот в Новую Гвинею. У нас в соседнем селе полно аборигенов, да, своих аборигенов, которых надо евангелизировать. И для этого не надо учить язык, для этого не надо учить культуру, уже вы все это знаете. Просто надо иметь желание и иметь огонь в своем сердце, чтобы помочь вот этим погибающим людям, чтобы они обрели спасение. Аминь. Большое спасибо. Благодарим. И было еще несколько вопросов, они примерно похожи, я думаю, ответили. Вот там Лев Шуль стоит, да? Пожалуйста, вы можете пройти. Вот как раз один вопрос к вам был. Я не видел, если вы здесь или нет. Вы как раз с Европой, там, где пиво любят пить. И вот вопрос, почему немножко пива, немножко вина запрещают в наших церквах? Как вы, как служитель? Всем таковый чех, яку поляно. У меня чешские корни, немецкие, австрийские, поляний папа, мама русская. И когда я приехал в Чехию, я был неприятно удивлен, что многие служители, члены церкви употребляют пиво. Ну, это жидкий хлеб, особенно, когда они поедят что-то жирного. Это касается немцев. Мы живем так вот в Западной Богемии, 50 километров Австрия, 50 километров Бавария. И, ну, такова культура. Но лично я и себе положил табу, и везде, и всюду проповедую, ну, не люблю это слово, чтобы понятно быть, сухой закон. Дело в том, что пиво небезопасно. В Чехии многие люди, мужчины и женщины, страдают пивным алкоголизмом. Если вам будет очень интересна вот эта вот тематика, я одно время ездил по колледжам, университетам, брал лекции профессора Жданова. Это светский ученый, может быть, вы знаете. Он абсолютно и полностью отвергает алкоголь и говорит о том, что это, ну, просто яд. Не буду говорить о вине и о водке, это даже не следует об этом говорить. Несколько слов о пиве. Ну, вы найдете, наверное, с десяток пунктов, что, да, пиво ничего, хорошо, полезно, особенно для тех, у кого почки. Там в некоторых аптеках даже продаются пиво нашего города, пилснер-урквайл, такое пиво. Но оно весьма опасно. Почему? В Чехии многие люди употребляют пиво. Десять-двенадцать пив за вечер, то есть двенадцать бутылок. Пиво за вечер – это, ну, нормально. Пивной животик, пивной алкоголизм. Пиво для мужчины, ну, все взрослые. Вообще-то враг номер один. Если два-три пива человек дает себе каждый день, то к сорока годам мужчине обеспечена импотенция. Отсюда в Чехии, в Баварии не очень крепкие семьи, распадаются институт семьи, и масса проблем вот с этим. Поэтому я не рекомендую вам употреблять ни пиво, ни вино, ни сигареты. Есть так называемые сперджинские церкви. Нас там покуривают, даже постарают, представьте себе. И мотивируют свои поступки тем, что Чарльз Сперджин курил трубку. Вы бы проповедовали лучше, как Чарльз Сперджин. У него в Лондоне 8 тысяч, он не знал, в каком здании проповедовать, театры снимал. Он в 16 лет уже был проповедником, в 17 лет пастором деревенской церкви, не вмещали ли люди. А тут вот надо трубку. И в конце жизни вообще-то он покаялся, он осознал то, что это грех непотребства. И на многих уже портретах заретушевывают вот трубочку Чарльза Сперджина. Поэтому не балуйтесь. Написано, не смотри на вино даже. Не то, что там оно как змея укусит. Поэтому пусть Господь благословит вас. Ну и в то время, когда, допустим, позволялось в напитии. Вот вы видели, какую воду пьют в Африке. И путник идет через там пустыню, и если он нальет в меха воды, то портится вода. И если же он наливает туда вино, и проходя там где-то мимо колодца, допустим, отпил там и добавил, то сохраняется и вода, и вино. И тем самым он проходил пустыню. Это было, ну, необходимостью. Это была гигиена. И поэтому, допустим, Павелу советует Тимофею там, ну, употребляй немного, а для немощи желудка своего. Поэтому здесь вот такой момент. Не пейте, не курите, проповедуйте Евангелие, исполняйтесь Духом Святым. Не упивайтесь вино. Вино – символ радости этого мира. У нас есть потрясающая возможность исполняться Духом Святым. Я уже сегодня говорил, что мы единственные представители Божьей радости и Божьего настроения. Радуйтесь в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Аминь. Благодарим.